а добрый день еще раз вы присоединяйтесь к проекту еда и фигуры сейчас мы вышли в прямой эфир чтобы поговорить с врачом нутрициологом с экспертом о проблемах пищеварения и как это мешает нам быть стройными как проблемы с пищеварением мешают нам быть здоровыми дайте мне пожалуйста знать что вы меня слышите видите поставьте плюсик поставьте цифру 5 в комментариях если все нормально я надеюсь этот прямой эфир поможет вам решить вашу какую-то проблему поделитесь этим прямым эфиром со своими друзьями может быть для них будет важно услышать то о чем мы сегодня будем говорить поэтому давайте делиться давайте давать нашим друзьям знакомую хорошую полезную информацию а еще раз скажу что в проекте вы прямом эфире еда и фигура и сегодня у нас в гостях врач нутрициолог елена павлова елена помогает женщинам восстанавливать их женское здоровье помогает нормализовать гормоны помогает стройнетим и все это с помощью налаживания правильного питания у елены была сама такая проблема елене ставили бесплодие и сейчас елена мама трех очаровательных дочек по моим дочек насколько я понимаю насколько я помню да дочек вот и я думаю что елене есть чем с нами поделиться рассказать как же возможно такое что нам нужно делать чтобы решить наши проблемы со здоровьем поэтому сейчас я присоединяю к нам елену и мы начнем с ней беседу елена здравствуйте здравствуйте очень приятно сегодня встретиться со зрителями со слушателями вы зрители в том числе в такой прекрасный весенний день да на самом деле у меня были проблемы и я начала решать это с помощью питания потому что другие методы мне перестали подходить елена а давайте тогда мы вы немножко расскажете может прежде чем я хоть задам вам те вопросы которые я подготовила расскажите пожалуйста о том что вот у вас было как вы так пришли что нужно именно решать проблемы там с пищеварением какие проблемы у вас были да я вот сейчас мы за кадром вспоминали меня слезы потекли от того что вот такое случилось с 18 лет мне ставили бесплодие мне ставили то что у меня яичники не смогут работать без дополнительных ингредиентов ну синтетических гормонов из 18 до 26 я сидела на гормональных контрацептивах в перерыве между этим где-то на третьем курсе когда я училась в медицинском университете меня случился гидроденит это воспалительные заболевания ну фрункулез подмышечной области и когда мне резали хирурги эффект никакого не было я пошла искать другого врача я нашла и много пришла к обнову рассказала ему свою проблему сдали мы с ним все тесты все посмотрели была вторичная дисфункция у меня иммунитета мы стали восстанавливать и одним из шагов было восстановление кишечника нам я она мне назначала пробиотики и назначала клетчатку тогда это был полифипан тогда не было большом количестве каких-то препаратов я пропила состояние улучшилось улучшилось общее самочувствие мне стало лучше ну как бы и утомляемость слабости шла помимо того что и лучше стала концентрация внимания и я лучше к экзаменам стала готовиться ну и основная проблема ушла то что гидроденита у меня больше не было этому конечно и многу я поверила но когда мы с ним беседовали она не сказала что твои контрацептива они тебе мешают они нарушают работу твоего кишечника потому что но обезвреживается же они печенью кишечником и это для них слишком много поэтому вот возникает такие нарушения а иммунитет он в кишечнике находится у нас в том числе и она говорит когда будешь готова приходи мы будем решать эту проблему ну вот через несколько лет я стала готова просто я захотела свободы мне надоело сидеть вот от от пачки таблеток до другой пачки таблеток чтобы почувствовать себя женщины чтобы была менструация мне надоело вот по часам жить что вот обязательно нужно встать в это время если ты спишь или как-то перенести чтобы ты обязательно выпил таблетку иначе будет будут изменения вот это меня очень не устраивало я хотела свободную жизнь хотела путешествовать хотела там влюбляться несмотря на то что у меня вот этот диагноз хотела и детей и так далее я конечно пришла к ней и мы начали она нам не задала вопросы что ты ешь я рассказал что я ем она как питать студентка пельмени чипсы сухарики кофе какой-то там сосиски булочки она из чего ты будешь получать гормоны гормоны материала для производства гормонов у тебя нет а как-то питалась в детстве и мы начали разбирать тут все мои аспекты как я питалась в детстве оказалось что фактически я сидел на молочных продуктах а молочные продукты ну что молочные продукты но вы в основном то там углеводы вот эти быстро действующие но есть там не даст небольшое количество жиров но в принципе для растущего нормального организма этого недостаточно и с этого не елена получается правильно я понимаю что как-то питание в детстве вот то что вы говорите да она каким-то образом способствовало тому что к 17 лет пришлось вот у вас случились такие проблемы да что вам пришлось пить противозачаточный и вообще не было менструации правильно я поняла насколько я так поняла что с детства когда вы разбирать да безусловно потому что как мы заложим вот это все в детстве как у нас будет девочка расти там ну может быть детский период больше привычки мы закладываем да потому что очень многие мамы и папы приходят дети их не пьют воду и или они наоборот будет ой он не слишком много воды пьет я буду его отвечать а зачем отвечать от воды я вот это не понимаю пересаживать там на соки еще что-то и потом когда нет этих привычек мы же во взрослую жизнь тоже это все несём ну вот мне говорили что молочные продукты это здорово я жила в деревне у нас была своя коровы как же это же кормилица это же классно у меня были сливки но вот самые жирные я был творог было все вот это и в тот же момент у меня разрушались зубы я с 15 лет сидела там каждые полгода в кресле стоматолога потому что разрушение шли глобальные и сейчас у меня за время беременности не так не испортили зубы здесь меня нет ни одной дырки за время беременности кормления когда я подбирала свою программу питания и комплекс витаминов у меня нет этого из этих изменений которые у меня были в юности вот-вот рукотворно с помощью питания этих контрацептивов получается вы разобрались да решили проблему с пищеварением и что произошло в вашей жизни то есть вы начали хорошо нет дождите знаете нет такой вопрос а как вы решали проблему вы наладили питание чтобы убрали свои из своих продуктов вот чтобы наладить проблему пищеварения что нужно убрать из рациона чтобы пищеварение наладилось но убрать все рафинированные продукты все что неживое является и когда я это сделала а вернее у меня там не так много их было у меня были сухарики вот это вот все я их конечно брала булочки там еще что-то все неживое но пока я не внесла полезное я не смогла сдвинуться с места в любом случае и вносила я полезно это белковые продукты и мясные продукты это рыба была и курица была вот это у меня было на постоянке и пока вот это как бы нормальный завтрак когда у меня было нормальное количество белка жира вот это все привнесло свое значение и помимо того когда я вносила это все мне назначили препараты йод йода мне назначили препараты витамин е хороший витамин е не синтетический и омега-3 вот эти три препарата с которых я начала ну в принципе жирорастворимые да ну помимо йода это жир и опять-таки которые у нас не достают и это все как бы тоже легло в мою программу это тоже основные ингредиенты которые в принципе должны быть в рационе каждой женщины каждого мужчины потому что мужчина тоже гормональный фонд за счет жиров каждого ребенка потому что ребенок растет и когнитивные функции тоже за счет омега-3 у него возникает поэтому каждый беременный женщины елена а давайте вот такой вопрос смотрите вот сейчас например на что нужно обратить внимание современному человеку чтобы понять что у него есть проблемы с пищеварением их нужно решать какие заболевания возникают что вообще происходит когда у у человека у всех по-своему вас выражалось таким образом да вы можете описать вот чтобы сейчас наши читатели поняли стоит ли им обратить внимание на свое пищеварение или нет ну помимо того что были вот эти проблемы глобальные у меня были еще постоянные вздутие газообразование лишний вес был с которым я не могла я как бы не ела специально чтобы был вот этот ну как у нас все худеет ну мы уберем вот эти все калорийные продукты а потом будем сидеть вот на печеньках на этих ну я же ничего не ем откуда у меня вес очень часто даже до сих пор приходится спрашивает и я так же сидела и вот это все приводило к тому что кишечник тоже не работал еще от лекарственных препаратов у меня все время было вздутие у меня живот был там я не знаю как на четвертом месте беременности наверно и это тоже газообразование это тоже мешало как бы жить конечно и вот это основные причины того что у нас есть какой-то дисбаланс что если у человека есть вздутие очень часто и газообразование да а то это уже признак того что стоит обратить на свое пищеварение может быть это способствует каким-то другим проблемам его в жизни человека у меня знаете очень схожая ситуация и я уже десять лет как мне казалось я правильно питаюсь но я не могла похудеть то есть вот представляете я ем там много овощей я кушала много овощей я кушала не ела жирное мучное рафинированное я не могла постранить и у меня вот оказалась такая же ситуация у меня оказались проблемы с пищеварением несмотря на то что я убрала из рациона рафинированные продукты там мучное жирное сладкое я все равно не могла постранить и потом случилось так что это тоже обратилась к врачу нутрициологу и мне сказали две вещи убери свои из своего рациона глютен и молочные продукты и что произошло потом я постранила сразу же моментально на 11 килограмм то что ушло вздутие и газообразование в первую очередь ушло вздутие и газообразование в первую очередь первые две недели когда я не ела глютен я так наблюдала за собой через две недели я ощутила какие-то другие ощущения в организме и тогда же мужу говорю как-то я себя по-другому ощущаю у меня было очень сильно удивление по этому поводу потому что казалось бы вот ты не можешь постранить ты кушаешь ты тренируешься ты не худеешь вот если у нас зрители я не знаю кто вот сейчас давно хочет постранить но он не может вот напишите плюсик поставьте плюс в комментариях я вот просто вам свое рассказываю что у нас есть поэтому сейчас хочу поговорить с еленой о глютене и о молочных продуктах а вот мне всегда задают такой вопрос а ну вот раньше же ели глютен раньше же ели там молоко и все было нормально почему вот сейчас так много про него говорят что он вредный что его стоит исключить что он вызывает какие-то заболевания расскажите пожалуйста что вообще происходит в нашем организме когда мы едим глютен и какие точки зрения есть по этому поводу там не знаю восточная медицина может быть я знаю что вы изучаете аюрведу я закончила в этом месяце буквально получаю сертификат да и еще помимо того что вы процедуете образование еще есть проблемная кожа кожа который пытается лечить дерматологи у меня были причинить на то что мне было 25 лет весь подбородок лоб у меня был в прыщах и с этим я тоже работал с иммунологом и тоже с ним убирали эти вещи и это тоже оказалось кишечнике когда я восстановила кишечник проблемы с вот этим состоянием ушли а вот и глютен у нас тоже он мешает во первых нам усваиваться вот представьте когда вы можете сделать тесто да она такую клейкая липкая и отправиться с этим комочком теста под воду и когда у вас вода смоет все основное у вас равно останется вот такая вязкая ну как кисель может быть чуть чуть более такая как клей вот который мы клеим обои вот такая масса останется и вот представьте что ваш кишечник все перерабатывает перерабатывает а вот это вот клейкая масса которая резинка она у вас остается она никуда не девается на не может перевариться потому что в организме нет таких ферментов чтобы она была переварена она так остается у нас приводит к тому что идет вздутие идет перенаполнение кишечника он эластичный он справится но освоение новых питательных веществ у вас не будет таким стопроцентным как был бы без этой клейкой штуки в организме почему так происходит потому что у нас постоянно вмешиваются ученые в процесс роста зерна они все время экспериментируют с зерном и им нужно чтобы был схожесть высокая ну спасибо в да вы за первых во вторых была схожесть высокая вот этого теста чтобы буханка хлеба у нас была как можно больше более рыхлая но в тот же момент более высокая все время когда бабушки отправляли там в магазин ты не бери там низенькую теперь и повыше я помню вот эти наставления бабушки и все время брали к там порыжее там еще как-то и брали вот такой вот высоченный хлеб и как а сейчас высоченного хлеба конечно не так много но много хлеба которые вот так вот делаешь а он рыхлый внутри он воздушный с одной стороны но с другой стороны вот это вот клейковитость повышенная она и делает вот это вот рыхлость но больше и отрицательного делает и поэтому когда мы это в организме перерабатываем мы больше получаем негатива чем пользы раньше не было такого зерна раньше зерно было твердое и она не давала слизи а сейчас зерно такое рыхлое и дает больше схожести в при приготовлении и дает больше слизи поэтому вот эта слизь она и приводит к тому что у нас все не усваивается максимально а желудочно-кишечный тракт постоянно борется и представьте себе что вот эти если отрываются вот эти большие частички то они проникают к нам в кровь и вот в крови появляются какие-то агенты непонятные да и как себя организм ощущает он начинает иммунную систему мобилизировать для того чтобы она начала работать с этими крупными частицами потому что это не нужно ну куда встроить организм эту крупную частицу в кишечник она не войдет в щитовидную железу она тоже не пойдет куда конечно же нужно создать принцип воспаления у нас только через воспаление все происходит ну как бы убрать чтобы нужно создать воспаление нужно вызвать лейкоциты нужно вызвать макрофаги и другие клеточки которые все это съедят переработают и выведут из организма но воспаление она может не прекращаться потому что мы постоянно едим и едим и постоянно эти большие частицы проникают и проникают в кровь вот таким образом выглядит синдром протекающей кишки дырявой кишки да когда вот эти крупные молекулы они проникают а стенки кишечника бедные они уже устали держать вот это все сдерживать и холостичность она нарушается и вот эти дырочки они становятся поры да потому что диффузная вот это вот работа происходит они становятся крупнее и больше негативного может уже проникнуть к нам в кровь чем вывестись и вот поэтому болезни так и начинаются восточная медицина это все закладывает на уровень кишечника когда там вот это все развивается когда мы получаем вот это все негативное в кровь когда мы не можем все это вывести и вот это все бурлит и газет у нас в организме вот это первое начало того что у нас может развить и заболевание потому что все ингредиенты из которых у нас потом образуются кровяные клетки из которых образуется там плазма крови как говорит восточная медицина кости мышцы нервы это все у нас образуется в кишечнике и если у нас ничего там фактически не образуется только вот эта липкая масса то есть чего сами вот подумайте с чего у нас образуются вот эти хорошие наши компоненты и не с чего образоваться поэтому мы получаем истощение мы получаем прыщи мы получаем атопические дерматиты которые мы не можем вылечить мы получаем псориазы мы получаем вот это вот большое количество кожных заболеваний с которыми мы не знаем куда податься ну а как-то хлебные продукты вывести из рациона мы тоже не можем потому что очень часто я наговорю пациентам и свою историю и я уходила с глютена и с молочных продуктов они не готовы же мы будем кушать тогда часто возникающий такой вопрос когда если я уберу глютен и молочку что мне кушать у людей возникает прям паника такая что же кушать-то да ну вот и мне кажется кстати что кушать я думаю что вы можете найти нас на сайте еда и фигура у нас очень много рецептов без глютеновая продукции рецептов это первое а второе мне кажется все те заболевания которые елена перечислила могут быть веской причиной того чтобы хотя бы попробовать отказаться а от глютена и молочки на какой-то период времени я знаю что есть какой-то тест по моему на чтобы точно понять если непереносимость глютеном да он у нас в иммунологии этот тест есть это просто мы смотрим иммуноглобулин а глиодилину глиодилин это вот и есть вот этот белок который и в клейковине который вызывает иммунологичные вот эти вот реакции и если есть глиодилину иммуноглобулин а то да у вас есть вот эта чувствительность глютену но организм быстро перерабатывать и если вы начнете сначала диету а потом пойдете сдавать то у вас его не обнаружит потому что он вырабатывается именно слизистыми вот попал агент слизистая выработала нет агента слизистой не вырабатывает поэтому сначала сделайте тест а потом а делайте двухнедельный вот этот тест потому что очень часто еще и я не отправляю на анализы а говорю просто уберите на две недели молочные продукты и глютен либо сначала одно потом другое и когда они приходят и говорят да а у меня все стихо в животе не ничего нет мне там лучше там дети когда когда детей убираю у них простудные заболевания тут же фактически прекращается потому что нет этой слизи чтобы на собой полость заполнять да потому что все сюда тоже идет нет у них вот эти слизи чтобы образовалась там мокрота все вот это уходит и они ощущают даже бронхиальная астма по-другому себя ведет когда нет вот этих вот продуктов потому что слизь не из чего взять организму а он и и пытается по всем дыркам распихать лишь бы вот это у него ушло из организма вот поэтому все эти тоже состояние улучшается то есть получается когда мы употребляем глютен и когда мы употребляем молочный продукт у нас в организме вырабатывается большое количество слизи которые собственно говоря под и мешают усвоению всех этих полезных веществ из нашего организма правильно я понимаю смотрите даже если получается если ребенок часто болеет стоит ему попробовать убрать глютен и молочку и можно посмотреть на реакцию теоретически он станет меньше болеть правильно я понимаю правильно понимаете да потому что во первых в кишечнике 70 процентов иммунитета иммунная система лучше себя будет ощущать а во-вторых если обратиться в восточную медицину вот она мне открыла все вот прям глаза на вот это состояние потому что в кишечнике у нас вата даша до вата это воздух и когда у нас там все это происходит не сбалансировано то образуется избыток воздуха газообразование и это все разносится по организму как раз таки вот она возбуждается ну как у нас вот уже у нас циркулирует везде также нас в организме воздух возбуждается и разносит все по организму и слизь или во избыток воды в аэровидической практике это капха и когда вот происходит вот сейчас у нас период на возбуждение капхи период возбуждения слизи посмотрите сколько детей в садиках намного меньше они все в этой слизи потому что детям конечно эти каши молочные эти каши даже если молока не дают нам например они уже рождены без вот этих ферментов перевариванию все равно каши вот это она же слизь дает и вот этот избыток он и приводит к тому что дети за за год накапливает и даже многие доктора уже обратили внимание на то что и советуют мамочкам что берите в период вот развитие заболевания там простудных слизистые продукты бананы молочные продукты картофель ну и обилие вот этих зерновых только цельнозерновые ничего рафинированно рафинированного и меня умиляют многие и нутрициологи которые входят рассказывают о питании детском когда они по мюсли ребенку на завтрак там два кулачка он ну какие мюсли врачом даже если у него нет предрасположенности глютеновым каким-то изменениям мюсли нутри шарафинированный продукт но за чего он ребенку что он полезного даст ему поэтому я не не понимать этих рекомендаций вот на так интересно я мы тоже за здоровое питание и всегда кушать каши по утрам и до того момента пока мы не знали о том что молочные продукты вот могут вызывать он сюда у нас съел каши по утрам и вот единственное от чего мы его сейчас не можем отучить это от молочной каши по утрам она он у нас ест ее без сахара там без всего но вот еще периодически мы с этим ну не то чтобы боремся мы пока это оставили но я вот удивляюсь то что как бы у нас было понятие такое что вот молочная каша там не бутерброд ничего ничего такого именно молочная кашка там яблочко и так далее елена расскажите пожалуйста вот сейчас ваши дети как вот расскажите про питание в вашей семье у вас трое детей мне прямо стало интересно насколько вам удается избегать глютеновых продуктов с вашем рационе и молочных как у вас построен питание в семье питание у нас построена таким образом что каждый ест то что хочет и когда я спрашиваю но утром у нас в основном это яичница это вареные яйца это что-то такое что дает вот как раз таки белок и жир либо может быть там несколько ложек зерновых каш но зерновые каши это такие как например кукуруза как гороховая там что-то вот такое либо гречка ну что они любят но я стараюсь убирать все вот эти бои с большим содержанием до глютена и стараюсь употреблять те крупы которые цель не зерновыми являются которые не переработанные вот и детям до легче привыкнуть только молочных каш я как-то никогда не готовила потому что ну я уже вошла в пире в период с осознанием того что это не нужно я их кормила не но небольшой период кашами и не кашами а вот пюрешками да вот из этих из баночек но просто небольшой период потому что они плевались у меня и как бы не хотели и я вводила сразу не и там яйцо что-то вот такое овощи пюре сама делая с брокколи делала там из кабачка то что можно было и вот это и долгий период конечно я кормлю я кормлю фактически до двух лет и чуть больше и вот это спасает а потом они уже осознанно видят что мы едим и они как бы к этому переходит ну самостоятельно не включая вот эти отрицательные привычки но если ко мне приходят мамочки напуганной глютеном и говорят его убирать и креме если вашего ребенка нет атопического дерматита если ваш ребенок нормально развивается растет зачем его убирать если у вас нет анемии если мамочки обращаться с нами ими да я убираю потому что это способствует тому что железо она не всасывается она тонет во-первых конкурирует с кальцием за место под солнцем убираю тогда молочные продукты и разделяя прием железа и на железо в основном из водорослей беру и препаратов кальция утром и вечером и тогда ребенок нормально растет развивается него косточки крепкие но в тот же момент он поглощает достаточное количество всех минералов и у него все усваивается и вот таким образом у меня в недавно был кейс мы за месяц справились с мамой водорослями препаратом специальным с анемии у ребенка который она год она находилась на диспансерном учете у гематолога с ребенком ничего не смогли сделать 80 гемоглобин и все грамм на литр 80 и сколько бы они не пили железо он не куда не звался потом когда мы с ней стали работать я сразу обратил внимание на молочные продукты мы их минимизировали все разделили и все где-то за полтора месяца мы уже увидели там на три деления повышения потом еще на три деления и вот так вот малыш пошел восстанавливаться но потом а мама тоже кормила его и принимала этот препарат ну и на фоне этого восстановления мама изучила третьего ребенка сейчас вот мы подходим у нас 33 недели и я веду маму всю беременность чтобы у нее была хорошая беременность и чтобы не было гемоглобина мама 140 так мы работаем и до работаем с кишечником в том числе чтобы вот это все усваивалось я сейчас хочу подытожить немножко то что сказала елена то что мы говорили про пищеварение давайте я буду елена говорить а вы еще уточнять значит ребята смотрите на что стоит вам обратить внимание если у вас сейчас есть какие-то проблемы с кожей правильно если у вас есть вздутие живота очень часто если у вас есть усталость такая хроническая если вдруг у вас есть женщина до бесплодия или проблемы с зачатием то как вам нужно налаживать проблемы налаживать здоровье кишечник как это налаживать мы сегодня говорили уже даю в первую может быть елена вы как-то еще какой-то summary сделаете что нужно как вот какие-то общие рекомендации понятно что у всех все индивидуально да то есть нужно в каждом случае разбираться может быть более глобально но давайте может быть какие-то summary и главное такое общие рекомендации как наладить здоровье кишечника чтобы допустим ушли такие проблемы как сдутие живота как проблемы с кожей чтобы вы похудели у нас в группе очень много людей которые хотят по стране эти долго не могут вот давайте елена сейчас нам сделать такое summary что же нужно делать чтобы наладить здоровье кишечника да я добавлю если у вас еще проблемы с волосами там волосы выпадают до проблемы с минералами если ломкие ногти если у вас и идет разрушение зубов и вы там каждые полгода ходите к стоматологу если у вас низкий гемоглобин если у вас низкий сейчас у нас очень часто ферритин смотрят если он у вас низкий низкое содержание железа в крови то это тоже кишечник то есть даже если вы потребляете какие-то продукты или даже минеральные комплексы не усваивается просто поэтому обратите внимание на свой кишечник в первую очередь уберите слизистые продукты и питайтесь по сезону почему важно потому что сейчас когда вышло обилие фруктов и и у нас на рынок то как раз таки стало больше фрукты тоже дают слизь и когда мы их употребляем вот в этот период возбуждение капхи как сейчас то это тоже дополнительный источник слизи если вы будете есть одно яблочко один апельсинчик в день там один даже супер экзотический фрукт которого у нас не произрастает какой вы хотите вот вам хочется там черники голубики чего-то еще но не надо делать это вот культ да потому что где-то вот в теплых странах где идет сезон этого мы это можем кушать это у нас может быть сезонной едой но вот в этом в этот период даже в индии сейчас не сезон употреблять фрукты потому что они там ну просто не в сезоне и они будут давать избыток уже многие жители они знают что это будет давать избыток слизи и это приведет к бронхолегочным заболеваниям и я уже не говорю про заболевания желудочно-кишечного тракта откуда все это идет да и распространяется по организму поэтому не идите за тем что я так получу все витамины и минералы не получите если у вас такой кишечник и вы только навредите ему поэтому сократите уберите по максимуму сырые овощи потому что сырые овощи тоже вздают вздутие газообразования капуста очень важно для женщины ко мне очень многие приходят и говорят что не вздуйте от капусты но вы потушите ее используйте там в виде нашего любимого супа там щей да борща вот там очень в хорошем состоянии капусты клетчатку она вам даст хорошую обратите внимание на свеклу которая дает женщине достаточное количество питательных витамины витамин а там есть витамины группы b то есть берите вот эти вот наши корнеплоды которые были многие говорят что в корнеплодах есть пестициды но вы же варите их вы не пьете ту воду в которой вы варите вы ее выливаете вы все пестициды выливаете а едите корнеплод где все есть то есть обратите внимание на наши сезонные продукты и таким образом вы займете себе нужное количество ну как бы приемов пищи да а потом когда и решим дня обязательно если организм будет знать что нужно завтракать в 9.30 обедать в 12 ужинать в 17 ну к примеру да у всех это разные часы вы по своему графику можете это поставить то организм в это время будет вырабатывать ферменты он знает что вот сейчас вы будете есть значит нужно выработать ферменты и переваривание будет лучше осуществляться если первой неделе когда вы меняете какой-то свой рацион добавлять там больше белковых жировых продуктов все-таки возникли какие-то изменения добавьте ферменты произвольно то есть из препаратов чтобы ваш организм пережил этот период максимально получил ингредиенты дополнительные для производства собственных ферментов как правило это белки да потому что все ферменты у нас белковой природы и какой-то минерал к ним присоединяется поэтому белок для женщины вообще для людей жизненно важен ну и для детей и для мужчин в том числе поэтому употребляйте и не говорите что это тяжелая для меня пища просто ваш организм не приспособлен берите рыбу если вы не хотите мясо но белковые продукты они должны быть и они более полноценные чем растительный белок там все-таки в недостаточном количестве если вы убежденный вегетарианец берите препараты в которых содержатся аминокислоты важные аминокислоты для женщин и для тех кто хочет забеременеть это таурин, аргинин они способствуют и для мужчин в том числе потому что они способствуют улучшению сперматогенеза оболочки вот этой спермы ну в смысле сперматозоида чтобы они более и яйцеклетки чтобы они более долговечные были вот и опять таки все опираемся в кишечник если там у нас буря и ураган то ничего у вас не усвоится и обращайте внимание на сигналы своего организма через две недели вот этих рекомендаций вы поймете что организм у вас выделяет ферменты и вы хотите есть именно в тот период который вы себе обозначили там в режиме дня очень часто ко мне приходят те кто ест на ночь если ешьте на ночь то это утяжеляет наше пищеварение и вы не отдыхаете вы работаете всю ночь мозг посылает сигналы на переваривание пищи и организм не отдыхает сделайте себе полноценный завтрак если не успеваете завтрак полноценным сделать то хотя бы обед чтобы там было все шесть вкусов как у нас раньше говорили первое второе и компот чтобы вот это было у нас в обеде тогда на ужин вы в любом случае сидите меньше и организм будет у вас более отдыхать в ночной период а не перерабатывать нельзя на ужин такие продукты как ферментированные это кефир это сыр это творог это молоко все в общем кисломолочное нельзя потому что это утяжеляет переваривание и организм у вас будет работать и выделиться в слизь и утром вы можете проснуться с заложенным носом очень часто когда вот в этот период там муж у меня очень любит кисломолочные продукты но когда вот период возбуждения капхи и я даю ему имбирь куркуму даю черный перец для того чтобы это все выводилось и не застаивалось у него хронические заболевания бронхолегочные поэтому я как бы узнав из аюрведа вот эти методы я его кормлю таким способом со специями чтобы все это выводилось если он съедает у меня кусок сыра все то он просыпается заложенным носом это все откладывается это все очень легко понять по своему организму поэтому не перегружайте свой организм если вы это очень любите кисломолочные продукты то в первую половину дня чтобы организм это все в течение дня переработал и ничего у вас не осталось ну вот наверное таким образом то есть это режим дня сезонность питания это не употреблять тяжелые продукты на ночь ну вот наверное все рекомендации ну и белковые продукты должны быть обильный обед либо завтрак чтобы не было обильного ужина Елена спасибо большое я надеюсь что для сегодня для кого-то те рекомендации которые дала Елена были важны потому что я помню тот период когда я вообще не знала что делать мне потому что я не понимала что происходит с моим организмом мне казалось я правильно питаюсь а когда выясняется что тебе не стоит кушать глютен и молочку ты это убираешь из организма это просто происходит чудо когда ты странишь буквально у меня там за первый месяц я сразу там на 5 или 7 килограмм построенела там дальше потом на 11 поэтому лично моя рекомендация если вы давно не хотите не можете построенеть просто попробуйте убрать глютен и молочку если же у вас какие-то более глобальные проблемы с организмом то прислушайте к рекомендациям Елены которые сегодня мы говорили почти около 40 минут что же делать с нашим организмом чтобы улучшить состояние поэтому будьте здоровы захотите у Елены есть сайт в описании этого видео есть ссылка на этот сайт вы можете найти очень много полезной информации там у Елены есть рассылка вы можете зайти на сайт и подписаться на новости где вы сможете получать от Елены важные какие-то рекомендации которые я надеюсь вам помогут разобраться что же происходит в вашем организме а если проблемы с зачатием то обращайтесь к Елене она вам точно поможет потому что у нее были такие же проблемы она разобралась с этим и сейчас трое прекрасных деток у нее я очень хочу чтобы все были здоровыми счастливыми красивыми именно поэтому я приглашаю сюда экспертов на проект чтобы вы начали разбираться что же происходит с вашим организмом и хочу сказать Елене большое спасибо за сегодняшнюю беседу я надеюсь для наших читателей и слушателей это было продуктивно очень здорово и классно вы рассказали про то что же стоит делать и чего же стоит не делать благодарю вас спасибо вам большое и надеюсь может быть мы как-то еще с вами на какую-то тему можем поговорить здесь в прямом эфире я не знаю вот 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 я